Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я родилась в неполной семье. Меня воспитывала мама и бабушка. Но бабушка всегда носила юбки, а мама юбки в перемешках Бриджина. Я думаю, что мама меня воспитала хорошо, потому что до моего рождения, когда я родилась, она увлекалась психологией и читала книги о воспитании детей. Поэтому, как многие пишут, что у них с мамами проблемы, и комплексы какие-то, у меня этого не было. Потому что она давала мне свободу выбора, она мне доверяла, она не вешала на меня ярлыки какие-то, она не так сильно меня критиковала. Но получилось так, что мы очень часто переезжали с одного города в другой, и мне приходилось менять школу. Ну, как у многих бывает, в школе часто не принимают детей и издеваются над ними. Так у меня было в пятом классе, у меня были плохие отношения с девочками, они меня били. Ну, пятый класс закончился, мы переехали в другой город, станицу Вешницкую, это очень хорошая станица. Меня там многое что изменило, потому что это родина Шолохова, и это казачий край. И там у меня привелась культура любви к моему народу, к казачьему краю. Мне эта культура очень понравилась, и это то, чем я сейчас занимаюсь в жизни. То есть я нашла свое призвание именно там. Я сейчас учусь в колледже на хоровом народовом отделении, где мы изучаем народную казачью культуру, не только казачью. И это будет дело всей моей жизни. Когда мы туда переехали, мне было 12 лет, там тоже в классе как бы немного другие были отношения, там уже мальчики все как бы издевались над девочками, они били. Девочки в основном у всех не было отца, и они как бы тоже не могли кому-то пожаловаться, защититься, чтобы кто-то защитил. И тоже был один мальчик, который хорошо его запомнила. Он мне все время говорил, там, ты некрасивая, посмотри на себя в зеркало, ты никогда не выйдешь замуж. Ну как бы, когда часто человеку так говоришь изо дня в день, то как бы начинаешь в это верить. Но все-таки, когда я закончила школу, я сразу вышла замуж очень удачно. Ну об изменениях я могу сказать, что началось все намного раньше Валяевой, что когда мне было 12 лет, ну вот мама воспитывая меня, она привила мне любовь к книгам, и у нас не очень часто смотрелся телевизор. И потом уже в 14 лет я вообще перестала смотреть телевизор, то есть для меня остались только книги. И в 12 лет я прочитала книгу Козлова, это его первая книга, «Практическая психология на каждый день». Ой, как там она называется? В общем, «Практическая психология на каждый день», ну что-то такое. В общем, его первая книга. В этой книге очень хорошо описаны отношения между мужем и женой, какими они должны быть, именно как избежать конфликтов. В этой книге я много чего подчеркнула, сейчас очень, ну, применяю в жизни. Я ее прочитала буквально за два дня, она меня очень вдохновила. И, ну, много чего там описывалось. Допустим, когда муж не может что-то сделать, там, развести костер, как было, ну, приведен в пример, а то не надо бы говорить, там, ты без руки, и вообще неправильно ты это делаешь. То есть можешь делать так, как он это делает, и со временем он научится, как бы, да, это делать лучше. Не надо его критиковать, надо его вдохновлять. То есть все, что, как бы, говорит Валяева, все, тоже там много чего было написано. Вот. С этого момента я очень стала увлекаться психологией, стала читать Литвака, но сейчас это уже не мое. То есть там много про личностный рост, про какие-то мужские установки, что сейчас меня не интересует. Тогда мне это очень нравилось. Потом, в 14 лет, я прочитала уже серию книг «Звенящие кедры России». Ну, кто знает, кто понимает, о чем это, о книге. Но сразу, то есть, были большие изменения. Я перестала краситься, делала это ежедневно в 14 лет. Я, то есть до этого я носила юбки, в основном у меня были только юбки, ну, были короткие. Я стала носить платье в пол, я перешла на вегетарианство, стала закаляться. Ну, в общем, и все такое. Вот. Уже, когда мне было 17 лет, я наткнулась на статью «Год без брюк», и была ссылка на этот сайт. Я перешла на сайт. Ну, естественно, как всем мне понравилось, мне очень нравится подход, то, что именно Валяева сочетает психологию вместе с ведическим знанием. Это очень хорошо. И вообще деятельность Валяевой вдохновляет тем, что, ну, как бы есть надежда на то, что вот мир сейчас уже изменится, потому что столько писем ей приходит, приходит о том, что как меняются женщины, да. И то есть самая главная проблема, я считаю, что сейчас, ну, в отношениях мужчины и женщины, это в том, что вот мужчины жалуются, что там и очень много, которые реально от этого страдают, и реально ничего не может изменить. То есть они стараются там, ну, для женщины что-то делать, стараются ее как-то, ну, подарки, все вот это, да. А женщины там не ценят, ты мне там то не сделал, то не сделал. У мужчины нет вдохновения, но даже здесь, сколько мне сами мужчины рассказывали, что, ну, вот, они пытаются сглаживать углы, пытаются не ссориться, пытаются, то есть они стараются, женщины нет. То есть все равно как бы в отношениях главная женщина, от нее большинство зависит того, что будет в семье. И бывает так, что как бы мужчина не старался, он не может как-то, ну, более-менее изменить ситуацию. У женщины есть, ну, такая сила, чтобы изменить ситуацию в жизни, потому что действительно большинство, 90% семейных отношений зависит от женщины. Ну, а у женщины другая проблема. То, что мужчины часто обманывают их, то, что, ну, бросают практически, у какой женщины ни спроси, ее всегда, ну, не знаю, сколько процентов, но практически каждую когда-то кто-то бросил. И это же запоминается, это, ну, раны на сердце. И Валяева, это, ну, как бы, она балансирует это. То есть женщины со временем учатся ценить мужчин и их поступки какие-то замечать. Ну, и, соответственно, те, кто одиноки, они учатся не спать с теми, кто, ну, с кем попало, да, то есть только муж и только как положено. И из-за этого я думаю, что ситуация скоро выровнится. У нас, мне кажется, что следующее наше поколение, детей, которых мы родим, они будут намного счастливее. Потому что мы, матери, уже прочитав ее книги, я прочитала только одну пока книгу, также читаю статьи, но и другие сейчас очень много книг, которые действительно, ну, вдохновляют и меняют жизнь, просто переворачивают все. И мы уже знаем, что мы не будем критиковать своих дочерей, мы не будем к ним как-то, ну, относиться не так, какими-то установками, сценариями, как относились к нам. После того, как я прочитала книгу «Предназначение быть женщиной», я, естественно, дала прочитать ее маме. И у мамы уже не осталось в гардеробе, ну, совсем ни бридж, ни штанов. Она раньше носила немного, а теперь уже совсем нету. И тоже появились юбки длинные в пол. Потом дала почитать своей одногруппнице. Она, ну, тоже был положительный отзыв, она сказала, что всю ночь проплакала, ну, после этой книги, про чтение и во время книги. Потом я подарила книгу, ну, тоже одной подружке, и тоже ей очень понравилось. Я прошла, ну, марафон самодисциплины по-женски. Самодисциплины я не научилась, но я научилась тому, что действительно для меня более важно. Я научилась медленно ходить. Это была одна из моих проблем, потому что я привыкла к тому, что все время я учаюсь в музыкальных школах, в кружках куда-то, ну, ходила, куда-то развивалась. И я даже забыла о том, что можно просто кулять с подружками по парку, там, просто смотреть на деревья, просто болтать. Мне казалось это бесполезным. То есть меня звали на прогулку, я говорю, девочки, я лучше посижу дома, а почитаю книгу. И все. Я была нацелена именно на такое развитие. Но это тоже не жизнь, когда ты развиваешься, не замечаешь красоту жизни. Можно так развиваться, ну, всю жизнь и забыть о том, что есть деревья, есть природа. И всегда, сейчас после колледжа, особенно на первом-втором курсе, я иду, и я иду очень быстро. А девочки за мной там сзади мотыляются. Я говорю, девочки, быстрее пойдем куда-то. То есть они просто идут домой, просто идут и просто наслаждаются. У них нет какой-то цели, они идут домой. У меня же цель прийти домой, залезть в интернет, прочитать статьи, прочитать книгу, сделать то, сделать другое. Это прекрасно, но это не всегда хорошо. И я долго себя переучивала во время самодисциплины. Я, ну, начитавшись других вдохновляющих там историк, я ходила медленно, да, мне сначала это вообще не нравилось, и бесило. Мне казалось, что те женщины, которые ходят медленно, вот они бездельницы, потому что им нечем заняться, вот они ходят, непонятно чем занимаются, лучше бы что-то полезное сделали. Я научилась медленно ходить. Я научилась заземляться, и впервые я научилась не опаздывать. Я опаздывала всю жизнь, со школы, и не было ни одного дня, который бы я не опоздала. А тут просто мне стало спокойнее. Почему я опаздывала? Потому что я думаю, ну вот выйду я на 10 минут раньше, и приеду на 10 минут раньше. И эти 10 минут я буду вот ничего не делать, буду просто бездельничать, да. Но я научилась это принимать. Но еще я брала, начала брать в колледж с собой вышивку. И то есть если у меня есть, да, действительно я пришла раньше, мне это не нравится, что я теряю время, то я вышиваю. Еще я изменилась в отношениях с мужем. Ему понравилось то, что я перестала с ним спорить. То есть, да, вот мне очень понравилась статья, вот умная и мудрая, вот эти разные, в общем, состояния. Ну да, я всегда думала, что я умнее своего мужа, и вообще умнее многих. Но, в общем, приходится принимать, что это не так. Вот. Я перестала с ним спорить, в некоторых местах, да, промолчать, и действительно, это намного лучше, чем спорить, потому что мужчина кричит-кричит, а потом видит, что ты не отвечаешь, и он, ну, как бы успокаивается. Если ты будешь ему гавкать в ответ или что-то, то, в общем, он даже потом не поймет, что, допустим, он не прав был. Вот. В общем, мне очень нравятся и мои изменения, и изменения других. У меня изменений немного, но меня очень вдохновляет изменения других девочек, которые пишут на сайте. Мне очень нравится деятельность Валяевых, они вообще, ну, прекрасная пара, и, наверное, у них будет очень хорошая карма в следующей жизни. Вот. Ну, желаю всем остальным женщинам также идти по этому пути, и что бы хотелось сказать, ну, всем, я думаю, что очень важно написать свою биографию и передать ее потом своим детям. Ведь сейчас очень интересно, там, как жила твоя прабабушка, ты вообще не знаешь, какая она была, что там было, какие трудности были, и это очень интересно, я обязательно это напишу, и хочу, чтобы другие написали, чтобы дети и внуки все видели, как вы жили, потому что будет совсем другое время, и они должны знать, что было сейчас. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok